Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Новая жизнь микрорайона Речица. Сопомощник президента Беларуси, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик и глава города Сергей Лободинский проинспектировали выполненные на Речице ремонтные работы, сделав акцент на том, где еще предстоит навести порядок. Как живут те люди, которым жить негде? Виталий Щерба, заместитель председателя Брестского грузполкома, промониторил работу отделения ночного пребывания для граждан без определенного места жительства. Забота о каждом человеке – задача общества. Образование Бреста приросло еще одним классом правовой направленности. Председателя Брестского облсполкома Петр Пархомчик и генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швета открыли в гимназию номер один города Бреста имени защитников Брестской крепости прокурорский класс. Они позволяют нам созидать прекрасно. Они наполняют нашу жизнь новыми красками и ощущениями. Они обогащают нас как духовно, так и интеллектуально. 13 октября Беларусь отмечает День работников культуры. С праздником всех причастных поздравил глава Бреста Сергей Лободинский. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы начинаем. Уборка территорий, ремонт дорог и тротуаров, озеленение, содержание в порядке зданий и сооружений – это лишь часть составляющих комфортной жизни человека. И без этого невозможно представить наш город. Ведь каждый год, помимо работников коммунальной службы, строителей и специалистов дорожно-эксплуатационных служб, за работу берутся как волонтеры, которым не безразлично состояние областного центра, так и городские власти. Все они делают жизнь в первом регионе комфортнее. И это доказывается не на словах, а на деле. Брест не только сохраняет статус самого зеленого и благоустроенного города на протяжении уже многих лет, но каждый год поддерживает это звание. Ухоженные дворы с зеленой зоной, в которых часто можно встретить современные детские площадки, яркие клумбы, в которых росы праздных цветов, строительство новых кварталов – все это наши современные реалии. Но даже в таком случае есть куда стремиться и где развиваться. Накануне помощник президента Беларуси, инспектор Побресской области Валерий Вакульчик и глава города Сергей Лободинский посетили микрорайон Речицы и ряд социальных объектов для того, чтобы проинспектировать выполненные ремонтные работы и сделать акцент на том, где еще предстоит навести порядок. Наша съемочная группа отправилась в своеобразную экскурсию вместе с представителями власти и узнала, что изменилось и какие новшества нас ждут в ближайшем будущем. Микрорайон Речицы – это то место, где можно отправиться в детский сад, а после в школу получить образование и даже построить карьеру на одном из заводов промышленного района. И все это не выезжая за пределы родного уголка. Удобно, практично, но есть один нюанс. Невзирая на увесистый список производственных, образовательных и медицинских объектов, а также внушительный частный сектор, микрорайон имел ряд заброшенных бесхозных пятен на своей карте. Именно над их благоустройством и работали органы местной власти в этом году. Пришло время оценить результат. Благодаря вашей помощи мы донесем объективную информацию и до людей, чтобы мы ценили то, что делается, понимали усилия властей, и то, что поручения главы государства по наведению порядка, для того, чтобы наша жизнь была лучше, они выполняются. Выполняются в том числе и в городе Бресте, и в Брестской области. Первой остановкой стал реконструированный стадион. На этом спортивном объекте занимаются учащиеся школы номер 27 и 5, а также гимназии номер 3. На стадионе оборудовано футбольное поле, есть беговые дорожки. Кроме того, спорткомплекс открыт для жителей микрорайона. Реконструкция этого стадиона предполагала занятость детей не только трех школ, но и занятость жителей микрорайона Речица. Мы в настоящее время наблюдаем, что в течение учебного процесса, конечно, здесь проводится учебное занятие, проводится педагогами дополнительного образования занятие объединений по интересам, проводится занятие общей физической подготовки. Но вместе с тем в вечернее и утреннее время мы наблюдаем, как жители города Бреста также здесь занимаются. Ребята приходят, играют в футбол, жители бегают, кто-то занимается какими-то спортивными играми. И очень приятно, что этот стадион дает заряд бодрости, здорового образа жизни для всех жителей микрорайона. Заниматься здесь одно удовольствие, ведь новый стадион соответствует всем современным стандартам и является одним из самых лучших спортивных объектов областного центра. Чтобы подойти к вопросам здорового образа жизни комплексно, к новому учебному году был проведен капитальный ремонт пищеблока в средней школе номер 5. Здесь теперь есть все необходимое для комфортного питания школьников. Просторный зал на 250 мест, качественная мебель, современная кухня и оборудование для приготовления пищи. Это был дорогой проект, это был важный проект, это был нужный проект. И мы это ощутили именно 2 сентября, когда пришли ребята в нашу новую, замечательную, уютную столовую. На реконструкцию нашей столовой было потрачено около полутора миллионов рублей. Заказчиком данного проекта выступило управление капитальным строительством города Бреста, а исполнителем данного проекта стало Полесье Жилстрой. Мы, конечно же, хотим сказать слова огромной благодарности руководству города за такое внимание, которое было оказано именно нам, нашей столовой, и, конечно же, строителям, которые сделали нашу столовую замечательной, уютной, в которой приятно находиться. Но не только эти вопросы решают городские власти. На особом контроле и подвоз школьников к учреждениям образования. С подвозом решаем комплексно. Если есть возможность, так скажем, здесь в периметре, то подвоз отпадает само собой. А по городу, где, так скажем, новый микроюн, дополнительно пускаем маршруты с буковкой «Ш» или «Экспрессо», которые позволяют детям безболезненно пройти вот этот путь от дома до школы. Кроме того, в этом году пошли на более усовершенствование. В части с банками поработали. Они дают бесплатно карточку, которая является и средством платежа, и средством доступа, так скажем, в общественный транспорт. А также, третье, это проходная система для контроля родителей в школах. Ну а для того, чтобы оценка проделанной работы в школах была беспристрастной, помощник президента Беларуси, инспектор Побресской области Валерий Вакульчик, решил лично поинтересоваться, как оценивает изменения преподавательский состав и родители учащихся. На родительских собраниях у нас прошли с 1 по 11 класс, уже два родительских собрания, замечаний никаких не было бы сказано. Только хорошее отчитывали, рассказывали, что у нас сделано, и родители довольны. Вы понимаете это все? Конечно. Я житель микрорайона, я считаю Рильчиццу одним из самых благополучных микрорайонов. Потому что, во-первых, здесь частный сектор, а значит, дети находятся в семье. И если, к сожалению, в нашем микрорайоне, конечно, не так много мест, где могла бы собираться молодежь, в основном это учебные заведения, это стадион, да, но, тем не менее, достаточно мест во дворах личных, где ребята собираются и отдыхают. Есть возможность вечер проводить в учебных заведениях, потому что работают спортзалы, пожалуйста, актовые залы, ну, если брать наше учебное заведение, мы работаем до 8 вечера, потому что здесь творческие коллективы, но вот у нас такой проблемы нет. Однако, если есть возможность Рильчиццу больше благоустраивать и создавать мест и таких локаций, где дети могли бы более активно проводить свое время, в том числе и вечер, ну, было бы здорово, у меня у самого сына подросток, эта проблема есть. Да, к хорошему быстро привыкаешь и невольно начинаешь искать новые перспективы развития, но на самом деле за всем этим реконструкциями, обновлениями, благоустройством стоит большая кропотливая работа на всех уровнях. Возможно, что-то не получается с первого раза. Быть может, где-то надо двигаться быстрее, но ясно одно – заботе о гражданах уделяет особое внимание. И доказательством вышесказанного является капитальный ремонт структурных подразделений Бресской городской больницы номер 2. Все финансирование на ремонты наших структурных подразделений выделяется из областного и городского бюджета. Так, в прошлом году были завершены ремонты таких структурных подразделений, как 2 амбулатории и 10 ФАПов, и частично стационарно это было потрачено около 1 миллиона 200 тысяч белорусских рублей. Также уже завершаются работы по обновлению фасадов стационара, поликлиники, административных зданий, водолечебницы. На это потрачено около 700 тысяч белорусских рублей. Также вы видите и уделяется большое внимание прилегающей территории. То есть уложена тротуарная плитка, произведено озеленение. Но фасадами это не заканчивается. То есть ремонты происходят и внутри учреждения. Так, отремонтирован актовый зал, на который потрачено 100 тысяч белорусских рублей. Затронул текущий ремонт защитного сооружения, на которое тоже выделено городом деньги, около 150 тысяч рублей. И до сих пор еще идут ремонтные работы водолечебницы. Что там сделано же? Там произведен ремонт фан. Отремонтированы душевые, с заменой напольного покрытия всех коридоров. Также произведена замена инженерных сооружений, отремонтирован бассейн и эти помещения, в которых он находится. Работы сделано немало. К ремонту подошли основательные. И на это есть весомые причины. Больница введена в строй в январе 1990 года. И таких масштабных реконструкций за все это время здесь не проводилось. Практически таких вот масштабных ремонтов здесь не производилось. Что-то собственными силами, предыдущие руководители делали, где-то какие-то спонсорские помогали. Но вот серьезные работы они провелись вот здесь. И однозначно я хочу выразить, и вся больница моя хочет выразить благодарность главе нашего города, пресса Сергея Николаевича Лободинского. Потому что он реально уделил внимание очень много этому району и этой больнице. Также и с его помощью недавно была произведена заасфальтированная автостоянка для наших пациентов. Изменения отмечают и пациенты. Все сходятся во мнении, что сейчас стало красивее и удобнее. Я уже почти 50 лет тут живу в этом районе с детства. Конечно, раньше приехали, тут был и пустырь, и все, когда переехали. Сейчас и транспорт отлично ходит, и магазин намного. Намного лучше стало им, что очень приятнее даже. Боюсь, что в городе красиво, и что быстро обслуживается, как говорится, лечится. Вы живете где? В Наречице. Недалеко, да? Недалеко. Как часто обращаетесь? Последний раз, до этого, когда были? Весной. Весной. Ну вот хорошо, весна и сейчас. Большая разница. А в чем? Потому что ремонт красиво сделали все. Обложили, облагородили, обслуживание хорошее. Все хорошо у нас. Красиво, платуар, не спотыкаемся. Дальше. Нам магазин нужен промышленный, чтобы мы могли купить себе там чулки, носки и нижнее белье. Вот. Когда-то фолошитгол обещал. А там у нас есть розовый, это там безделушки продаются. И магазин продовольственный большой, он должен быть там, вот там, где старый клуб. Вот там место есть и пусть построят. Благодарностей, равно как и предложений, много. Но представители власти не могут распыляться. Работу они проводят качественно и планомерно, стараясь привести в порядок те городские локации, где была острая необходимость. Проведены работы по сплошному асфальтированию не только главных дорог микрорайона, но и в частном секторе. Кроме того, благоустраиваются и переделываются тротуары, облагораживаются городские территории. Надо отметить, что в текущем году в микрорайоне Речице уделено очень большое внимание отремонтированной пешеходной тротуары. Старый разрушенный асфальт заменен на плиточное покрытие. Те места, те проезды, это улица Пригородная, там также наведен порядок, обустроен также тротуар, заменен асфальт. Уделено большое внимание на участке от мясокомбината до улицы Пригородной. Но на этом я хочу отметить, что работы по Речице не заканчиваются. У нас еще есть ряд мероприятий. Мы хотим уделить большое внимание улице Творниково, улице Акимочкино, улице Речицкой. Поэтому работы в этом направлении будут продолжены. Также мы по улице Дачной обустроили подъезд в школе номер 27. Да, сделано немало. Потому оставить без внимания эти изменения просто невозможно. Особенно тем, кто живет здесь не один десяток лет. Кто еще помнит, как было и может сравнить. Я, конечно, очень много. Здесь не узнаю, сейчас тут прохожу. Вот здесь вот, смотрите, стоянку сделали, отходил онкоро туда. А дорожки выложили, плиточкой выложили. И тут рем. И вот такой красивый заборчик. Такую красоту. Ах не верится все, как раньше было. И смотрите, раньше такие бордюры большие. Вот какие фонусы были же. А сейчас вот красивые бордюры. И ровненько все. Вот это слева, справа. В велосипеде не едешь, не налюбуйся. Я помню, я помню, тут в Наречице 54-го года. То, как бы, вот тут еще. А сейчас хорошо сделано. Конечно, оно изменение есть. Потому что у меня ребенок ходит в старшую школу 27-ю здесь, Наречице. И там вообще обновление полностью. И дороги, и детский корт получает. Это не корт, а это... Стадион. Стадион, да. Я сегодня шла, посмотрю, как красиво сделали. Дорожки ровненько, асфальт вышел. Очень хорошо. Очень. Так что все прекрасно. Так что мы рады, что живем в такой стране. Рады нашему руководству. Короче, спасибо за все. Спокойный, хороший микрооргон, тихенький. Ну, не знаю, но мне нравится, например. Замечали, что в этом году так много изменений, дороги? Замечал, замечал. Хорошо. Молодцы, молодцы. Делают нормально. Я ничего не имею. Город преображается. Часто слово. На глазах. Честно, я очень доволен. Очень доволен. За что любите свой микрооргон? Ну, за что? За зелень, во-первых. Она вся промышленность тут. Смотрите, мясокомбинат, хлебозавод, пивозавод. Все отрасли. Вот за это люблю свой район. Магазин, ну, хороший на мясокомбинате. Тоже там самообслуживание, ремонт сделали. Тоже все рядышком. Больница районная. И поликлиника. Все рядом. Жители микрорайона очень любят свой район и хотят для него только самого лучшего. С ними согласны представители власти, которые понимают реальное положение дел, видят те проблемы, которые волнуют жителей и осуществляют планомерную, последовательную работу по разрешению этих вопросов. Жители именно микрорайона Речицы, я думаю, в этом году вполне ощутили, что о них город не забывают. И мы часть нашего любимого города Бреста. Не все сразу, но мы поступательно и движемся вперед, и развиваемся, и благоустраиваемся. А вопросы были, есть и будут части благоустройства. И опять же, возвращаясь по улице Заречной, люди ждут уже дальнейшего благоустройства. В дальнейшем у них вопрос стоит прокладки канализации. И просьба у них была, что сейчас благоустраивайтесь, в дальнейшем надо с канализацией что-то решать. Но там вопросы и проектирования затрагиваются, и дальше, и дальше. Поэтому поэтапно идем все-таки, сделать какую-то часть-часть, а к этому, я думаю, тоже придем. На достигнутом останавливаться точно не планируют. Есть еще вопросы, которые требуют решения, ведь создание комфортных условий для людей – это нескончаемый процесс. Я прежде всего хочу сказать, что испытываю удовлетворение от того, что делается, как делается. Но прежде всего видно, что власть, руководство в данном случае города, а вообще по результатам моих поездок в регионы, я вижу, что и в других районах такая же ситуация, видят реальное положение дел, видят те проблемы, которые волнуют жителей и осуществляют планомерную, последовательную работу по разрешению этих вопросов. Безусловно, понятно и очевидно, это нормально, что все сразу здесь и сейчас, оно невозможно сделать. Но мы с вами убедились, что делается качественная работа. И там, где никогда не было, допустим, тротуаров, они появились. Там, где была весьма неприглядная картина уже десятилетия, и люди не помнят, было ли лучше, мы увидим, что оно стало лучше, чище, светлее, доступнее, и создаются нормальные условия. Я могу с уверенностью сказать, что те, так скажем, ремонты, благоустройства, восстановление, строительство каких-то объектов, нам это позволяет делать, потому что экономика работает стабильно. Есть достаточные ресурсы для того, чтобы выполнять те намеченные планы, которые мы себе определили на текущий год. Благоустройство не исключение, и то, что сегодня вы видели по речице, я могу сказать так, что чисто только на асфальтирование улиц в городе мы в текущем году направим 22 миллиона рублей. Из них 17 уже практически освоено, потому что вы видите, какие масштабы и по каким улицам мы их выполнили. Это и улица Свято-Афанасьевская, это и писателя Смирнова, это и Суворова, и много мелких улиц, типа как Клара Цеткин, Киевская и ряд других. Все это говорит о чем? Мы сконструировали свое внимание, в первую очередь, на проблемных участках, где завязано с большим транзитом транспорта, и в первую очередь в микрорайонах с частным сектором. Такие, как представлена Граевка, Гершоны, Смирнова, там тоже люди, и все хотят благоустройства и нормальных дорог. Поэтому по принципу мы пошли, вот последние годы, вы видели, в прошлом году завершили Белорусскую, значит, улицу Дубровскую, да, как преобразилось. Сегодня Смирнова, она ничем не хуже, да, она наполняется проездами и благоустройством, то, что прилегает к самой улице Смирнова. Это вот мы заезжали и видели, дачная, школьная, заречная, да, и многие другие улицы. Значит, все это нам позволяет, так скажем, комплексно подойти, причем мы не завершаем, так скажем, какие-то подходы и идеи в плане только вот благоустройства улиц, мы комплексно подходим. Вы видели, это и ремонт пищеблока, это и строительство жилья, и благоустройство возле жилья, это и строительство стадиона возле школы, это и больница, да, районная больница, которая раньше была, БГБ-2 нынешняя, с возможностью подъезда и благоустройства самой территории. А что же ждет Брещан в перспективе? Планы на будущее не менее масштабны и интересны. Среди них необходимость приступить к работам на улице Скрипникова. Мы комплексно как бы подходим к площадкам, которые в черте города, особенно связанные с частным сектором. Это и Гершоны, и здесь район, значит, Скрипникова, и Фортечная, Красногвардейская, другие моменты. Мы все это видим и сегодня на себя выстроили такую, значит, схему, где больше всего нагруженность, в первую очередь, решать эти проблемные участки. С Скрипникова у нас сегодня транзитная дорога, которая связывает, так скажем, и с путепроводом Пионерской, и с Пушкинской. И это как бы тупиковая улица, которая выходит к Пресс-Восточному, которая завязывает весь этот огромный микрорайон. Поэтому в ближайшее время, по принципу того, как мы видели по микрорайону Смирнова, по Свято-Афанасинской, по Белорусской и Дубровской, такой же подход планируем применить и относительно этой улицы. И в планах есть на следующий год завязать здесь от Горбатого моста до Бреста-Восточного наведение порядка с тротуарами, пешеходными связями для наших горожан. Поэтому, понимая, что есть такая проблема, мы для себя на перспективу, как минимум на два года выстраиваем план действий для того, чтобы эти вопросы снимать, комплексно снимать. Такое масштабное благоустройство микрорайона Речицы – это еще одно подтверждение того, что экономика позволяет эффективно направлять и использовать ресурсы там, где они нужны. В первую очередь, наводить порядок, чтобы получать максимальный социальный эффект, чтобы люди видели, что деньги не распыляются, а вкладываются в инфраструктуру города. Ирина Левчука, Дарт Бакунович, Ирина Монтович. Программа «Итоги недели». Речица – красивый район, благоустроенный, уютный. Жителям его хочется сюда возвращаться, возвращаться в свои теплые дома, квартиры, чтобы насладиться уютом и теплом родных стен. А вот как быть тем, у кого нет этой возможности? У кого и дома-то нет? Этих людей минует человек без определенного места жительства. Часто они ищут пристанище и пережидают холода в разных местах. Но вопрос с помощью людям, оставшимся без дома, в областном центре решаем. По адресу улица Минжинского, дом 28, с 1 ноября 2021-го начало работу отделение ночного пребывания для граждан. Услугой могут воспользоваться лишь те, кто действительно имеет статус лица без определенного места жительства. Здесь для временного пребывания таких людей оборудовано все, что необходимо на первое время. О предлагаемых услугах отделения, а также о том, как контролируют ситуацию на других городских локациях, излюбленных пристанищах людей без определенного места жительства, расскажем прямо сейчас. Бездомность – одна из глобальных проблем человечества. Число людей без определенного места жительства растет не только в бедных странах, но и в экономически развитых. Разные обстоятельства приводят людей в эту касту неприкасаемых, и мало кто возвращается к нормальному существованию. В городе над Бугом такие люди тоже есть, и если в теплое время года их редко можно увидеть, то с приходом холодов они собираются в разных местах, где испытывают судьбу и пытаются отогреться. В целях поддержания общественного порядка нарядами патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД города Бреста на постоянной основе в дневное время суток осуществляется патрулирование Брестского автовокзала. В ночное время данная работа проводится сотрудниками отдела департамента охраны. В случае выявления лиц, ведущих к социальному образу жизни, состояния алкогольного пенения в отношении последних применяются меры административного воздействия. Если гражданин не имеет места работы, информация о данном факте направляется в местные исполнительно-распорядительные органы для организации прохождения им комиссии по трудоустройству. Да, Брестский автовокзал – визитная карточка города. Красивый, чистый, уютный, отличное в кавычках место, чтобы скоротать время и погреться. Именно так считают некоторые бездомные. Но их счастье не может длиться вечно. Патрульные не дремлют, сохраняя чистоту и правопорядок на местах. Это подтверждают и пассажиры, которые пользуются услугами автовокзала. Я пользуюсь услугами автовокзала каждый день, потому что я добираюсь с пригорода на учебу, поэтому каждый день, несколько раз даже бывает, я пользуюсь услугами автобусов, маршруток. То есть все непосредственно через автовокзал. Поэтому здесь часто находимся. В плане внешнего вида здесь все супер. Даже многие приезжают гости наши, зарубежные. Все говорят, что очень красивый автовокзал у нас построили. Ну, такой вот типа под европейский стиль. Поэтому в этом плане, да, здесь все очень даже хорошо обустроили. В плане ожидания, ну, в принципе, неплохо. Если нету каких-то вот людей, которые такие, знаете, типа бездомных и все такое. Вот они немножко, конечно, портят впечатление. И, ну, здесь сотрудники работают, поэтому их чаще стараются как-то отсюда подальше держать. Мы с Полоцка. В Брест мы приехали второй раз в жизни сдавать паспорта российские. Поэтому, ну, мне все нравится, очень прекрасно. Вообще в нашей Беларуси это лучше нигде нету, чем в нашей Беларуси. Обслуга очень хорошая. Места мягкие, прекрасные. Ну, и вообще мне нравится все, если честно. Автовокзал нравится. Все время пользуюсь этим автовокзалом. Места здесь мягкие, хорошие. И комфортно, чисто, уютно. Доброжелательные кассиры и персонал, который выбирает здесь, всем довольны. Да, автовокзал красив и удобен. Здесь есть все условия для комфортного ожидания. Несколько точек общепита, мягкие сидения, камера хранения багажа, обменник. Ежедневно работает 7кс. А с недавнего времени установлен терминал для электронной покупки билетов. Пропускная способность автовокзала сегодня составляет 5000 пассажиров в сутки. Также вокзал способен обслуживать до 500 рейсовых автобусов и маршрутных такси. Ежесуточно в кассах реализуется до 3000 пассажиров. Но есть одно «но», которое портит не только внешний вид здания, но и комфорт граждан. Люди без определенного места жительства иногда выбирают это место в качестве пристанища. Но благо – ненадолго. Патронные службы работают быстро и четко, и человека определяют в отделении ночного пребывания для бездомных. Отделение рассчитано на 12 человек, то есть 12 койко-мест. Из них 4 койки предусмотрены для женщин, 8 из них – это мужчины. Но в среднем в месяц проживает от 10 до 12 человек. Бывает и по максимуму, то есть загруженность до 14 человек. Для того, чтобы попасть в наше отделение, мы взаимодействуем с субъектами профилактики, то есть это и районное управление внутренних дел, и учреждения здравоохранения, и общественные организации, которые оказывают лицам без определенного места жительства помощь, такие как Красный Крест и Белорусский Союз Женщин. После того, как они прибывают сюда, мы проходим медицинскую комиссию с ними. И когда врач-терапевт дает заключение, что он может проживать в общежитии, мы поселяем здесь лица без определенного места жительства, которые не имеют регистрации, или которые освободились из мест лишения свободы, утратили социальные связи, не имеют регистрации. И здесь мы им оказываем помощь в изготовлении документов, если кто-то утратил документы, в трудоустройстве на работу, в установлении группы инвалидности, если у человека есть какие-то физические недостатки, которые требуют для установления группы инвалидности, получения пенсии. Среди тех, кто проживает в отделении ночного пребывания для бездомных, 57-летний Андрей Ткачук. Сложная жизненная ситуация привела сюда этого мужчину. Родной брат выгнал его из квартиры, ближайших родственников нет. На работу устроиться не может инвалид второй группы. Хорошо хоть не приходится выживать на улице. Я проживаю с прошлого года, 4 сентября. Мне здесь нравится, очень хороший уход. Уход, чистое белье, чешка. Раз в две недели меняют. Ванная есть, туалет. Отделение ночного пребывания для бездомных на контроле не только у социальных и правоохранительных служб, но и власти. Ведь проблема определения бездомных людей важная. У центра есть определенные задачи. Задача не только, чтобы они здесь проживали, да, и различные службы в виде той же православной церкви, в виде Красного Креста, да, им оказывали какую-то помощь там в кормежке одежды и всего остального. Задача номер один – это социализировать данный граждан. То есть, если у них нет документов, значит, отделение помогает этим людям получить документы, да, то есть паспорт. Вот, они их, если требуется какая-то медицинская помощь, безусловно, оказывают медицинскую помощь. Если видят, что есть проблема со здоровьем и данному человеку есть положенная группа инвалидности, центр помогает, то есть пройти вот эти все этапы, да, получить группу инвалидности, чтобы у них были какие-то средства для дальнейшего их существования. Виталий Константинович, три года, да, центр существует, отделение. Уже вы говорите о том, что и проделана такая масштабная работа. Есть ли планы на будущее? Что бы хотелось еще изменить, улучшить? Можем ли мы про это говорить? Поддержание данного центра в хорошем состоянии, то есть тоже находится на контроле у города. Вот, и сегодняшний визит меня сюда, да, то есть это в том числе, то есть изучить именно ту ситуацию при наступлении вот похолоданий, то есть как центр работает, какие есть проблемы у центра, чем нужно помочь центру, чтобы здесь было и уютно не только тем людям, которые сюда приходят, да, на ночлег, но и, безусловно, тем людям, которые работают непосредственно с ними. Порядка 60% бездомных людей социализируются и пробуют жить нормальной жизнью, а значит, шанс на хэппи-энд, пусть и маленький, но есть. Ирина Левчук, Дмитрий Литменюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Юриспруденция – одно из самых популярных направлений, потому как оно объединяет в себе самые разные, а главное – престижные профессии – адвокат, прокурор, нотариус и многие другие. Изучать науки в этой сфере стремятся многие, но постичь ее в совершенстве удается далеко не всем. И чем раньше начинаешь углубляться в эту область, тем лучше. Так считают и два десятка старшеклассников в гимназии номер один города Бреста имени защитников Брестской крепости, которые поступили в специализированный прокурорский класс. На этой неделе в областном центре состоялось торжественное открытие класса правовой направленности. В церемонии приняли участие почетные гости, в числе которых председатель Брестского обл. сполкома Петр Пархомчик и генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швет. О перспективном проекте юный прокурор и о будущих защитниках закона в следующем сюжете программы. Торжественное мероприятие, посвященное открытию класса правовой направленности в гимназии номер один, была ярким и долгожданным. Учреждение пользуется большим авторитетом в сфере образования, сохраняет свои славные исторические традиции и прирастает новыми. 21 ученик гимназии решил стать частью большого проекта «Юный прокурор», постигая все тонкости юридической сферы. Мы, учащиеся прокурорского класса, перед лицом своих сверстников и наставников, родителей и присутствующих почетных гостей, торжественно обещаем свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Обещаем! Юные знатоки законодательства публично пообещали свято чтить и соблюдать Конституцию нашей страны, учиться самоотверженно и прилежно, быть образцом законности и правопорядка. В последние годы мы очень много говорим о профориентации, для того, чтобы подготовить еще раз вас, молодых людей, к взрослой жизни, чтобы каждый из вас выбрал свой путь развития. В последние годы мы системно открываем разные профориентированные классы, это инженерной направленности, аграрной направленности, это и здравоохранение, это и педагоги. И очень важно, что вот ребята, которые получают дополнительно, кроме основного образования, профобразования, видят и понимают свой дальнейший путь развития. Однозначно, вот эту работу в области профориентации нужно продолжать. Возможно, нужно вспомнить хорошие советские времена, когда этим вопросом занимались в рамках нашего великого государства, когда каждый школьник, завершая и получая среднее образование, уже представлял, куда он пойдет учиться или кем он будет в ближайшее время. Вот и нам, педагогам, руководителям, нужно помочь направить вас в взрослую жизнь. После торжественной линейки состоялось открытие обновленного музея, созданного в память о защитниках Брестской крепости. Почетная миссия открыть после реконструкции музей, где собрана вся информация о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, была возложена на генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа и председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика. По традиции, руководитель надзорного ведомства провел урок, на котором он рассказал о своем профессиональном становлении, особенности службы в органах прокуратуры, требованиях, предъявляемых прокурорским работникам, а также ответил на интересующие вопросы ребят. Разговор получился основательным и очень интересным, а в завершении каждый ученик получил из рук генерального прокурора кодекс чести и памятные подарки. Для нас сейчас крайне важно работу с детьми, которые обучаются в этих провоженных классах, максимально насытить не только тем, чтобы они узнавали кое-что новое для себя из права, из юриспотенции, но мы растим в будущем. Мы растим тех людей, которые с полным осознанием, с уверенностью наличие в профессию юридического профиля, с полным сознанием и пониманием цели и ответственности пойдут работать в органы прокуратуры, другие государственные органы, изучающие наши государства. Все дети профильных классов в обязательном порядке познакомятся на практике с работой прокуратуры, других правоохранительских органов. У нас в плановом порядке проводятся уже мероприятия в целом по стране, когда дети профильных классов выезжают и на осмотре мисс происшествия, и присутствуют в зале судебных заседаний, знакомятся в районных прокуратурах, в областных прокуратурах с непосредственно с работой прокуратуры, выполняют другие функции для того, чтобы они лучше и глубже увидели, осознали ту ответственность, которая лежит в целом на прокуратуре. Вторая направляющая этой работы, конечно, очень важная, это идеологическое правство. Ведь, когда мы присягуем на работнику органов прокуратуры, мы еще говорим о разном числете. Дети должны четко понимать, что за этим стоит, что прокурорский работник, он не только на рабочем месте, а лицетворяет государство, справедливость, законность для повседневной жизни, должен для окружающих нести вот эту миссию. Миссию того, что это важно, это необходимо для того, чтобы был мир и порядок. Быть образцом законности, примером нравственной чистоты, проявлять упорство в учебе, свято чтить и хранить память о героических и трагических страницах нашей истории. Эти и многие другие задачи легли на хрупкие плечи 13 девочек и 8 мальчиков. Но их не страшит такая ответственность. Свой выбор они сделали осознанно и с большим рвением приступают к изучению правовых норм и законов. Когда шла речь о выборе правового класса, профильного сначала, ну, когда я узнал, что был профильный класс юный прокурор, прокурорский класс еда, я даже даже не думал, о других классах. Для меня особо не были интересны другие науки. Я скажу прямо, для меня было важнее больше взаимодействия с другими людьми, больше понимания их, разговора. И я считаю, что прокурорская работа подходит для меня куда больше. Мои родители поддерживают меня во всех моих решениях. У меня не было таких вещей, чтобы мои родители спорили со мной что-то выбрать или нет. Скорее наоборот. Данный выбор был сделан мной очевидно, потому что это, во-первых, в первую очередь это огромный опыт. То есть, ну, нигде в престе я так не смогу. Мои родители, безусловно, поддержали меня в этом опыте. Они направились, сказали, что, Ань, действительно, стоит попробовать. Эта профессия может заинтересовать тебя со всех сторон. То есть, потом твой выбор будет сделан, может быть, в другую же профессию. Но попробовать здесь, это действительно стоит. Специализированный класс концентрировал наиболее одаренных детей. Ведь желающих учиться здесь было много. Но отбор смогли пройти не все. Во-первых, это профильный класс, поэтому 7 баллов и средний балл свидетельства о базовом образовании 7 баллов никто не отменял. Поэтому были еще попытки, но, к сожалению, ниже пропускного показателя не могли пропустить. А эти дети, 16 наших гимназистов и 5 это дети, которые пришли из других учреждений образования. Это было их решение. Они абсолютно целенаправленно сюда шли, потому что многие из них действительно собираются поступать на юридические факультеты в разные вузы. Поэтому, дай бог, я им всегда говорю, чтобы у них только все получилось. Потому что это непросто. И сегодня, когда Андрей Иванович с ними общался, он акцент сделал как раз таки на том, что это непростое направление в деятельности. И настолько вот он заговорил их в этом смысле слова, и настолько полезные советы сказал, что я думаю, что многие из них, даже если сомневались, то вот этим он их еще больше привлек. И данная практика создания профильных классов себя оправдывает. Молодым людям в таком случае намного проще определиться со своим будущим, а главное, у них есть возможность начать углубленное изучение нужных предметов заблаговременно. И теперь юные защитники права будут усердно учиться и на практике знакомиться с работой ведомства, чтобы потом, вероятнее всего, стать хорошими прокурорами. Ирина Левчук, Эдорик Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Самобытная культура Беларуси формировалась на протяжении долгих столетий. Из поколения в поколение передавались богатейшие ценности, совокупность которых формирует белорусскую нацию. Литература, музыка, театр, живопись, скульптура, зодчество, кино и танец динамично развиваются в ногу со временем и чтут традиции, сохраняя культурный код белорусов. Сегодня традиционная культура в контексте современного искусства – это зеркало нации, в котором отражается народная душа. 13 октября профессиональный праздник отмечают те, кто способствует тому, чтобы культура развивалась и оказывала положительное влияние на общество, на внутренний мир каждого из нас. Подчеркнул важность трудовой деятельности и поздравил с Днем работника культуры творческую интеллигенцию города над Богом председатель Брестского городского исполнительного комитета Сергей Лободинский. С подробностями Янина Даниленко. Традиционно во второе воскресенье октября профессиональный праздник отмечают те, кто своим трудом, способствует развитию культуры и делает жизнь каждого из нас ярче. Активно развивая современное искусство, эти люди сохраняют самобытность традиций белорусского народа и делают культуру Беларуси известной далеко за пределами государства. В стенах детской хореографической школы искусств имени Вячеслава Николаевича Погодина лучших работников культуры поздравил председатель Брестского городского исполнительного комитета Сергей Лободинский. Работник культуры, он настолько многогранен, и, наверное, не важно, кто это, политмейстер или художественный руководитель, или просто стилист-гример, или просто педагог-наставник музыкальной школы. Все это люди, которые с душой отдают самое дорогое, что есть, нашу культуру и искусство. Я всегда говорю, что у этого нет границ, потому что эта душа белоруса, она настолько красивая, настолько ярко выраженная от музыкальных до хореографических талантов, которые сегодня вот здесь мы видим, тех людей, которые отдают свое творчество нашим детям. И дай Бог, чтобы это было всегда, чтобы они сохраняли вот эту изюминку брещан, наших традиций белорусских школ и, наверное, пополняли духовностью нас от маленького до самых больших. Представители различных сфер культуры в торжественной обстановке получили заслуженные награды и насладились праздничным концертом в кругу друзей и коллег. Все, кто неустанно создает улыбки на лицах сотен людей и трудится даже в праздничные дни, получили благодарность за проделанную работу. Ежегодно это сотни концертов и мероприятий, районы, областные, республиканские. И все они не обходятся без участия людей из мира искусств. Это режиссеры, артисты, музыканты, творческие коллективы. Список талантливых представителей профессии можно продолжать бесконечно. Благодаря всем вышеперечисленным из года в год уровень культуры в Бресте растет и вместе с тем появляются новые творческие проекты. Отшумели все массовые мероприятия летние, прошли фестивали, уже ушли в историю, да, международные фестивали. И, конечно, мы пытаемся ежегодно отметить наших руководителей, наших артистов, актеров, всех работников культуры. Ведь культура – это многогранное понятие, да, это и театр, и кино, и библиотека. Ну, а также сегодня мы будем отмечать наших и библиотекарей, и музыкальных работников, и актеров, всех-всех-всех, кто работает в сфере культуры. День работников культуры появился в списке официальных праздников нашей страны не случайно. Он стал возможным благодаря весомому вкладу многих поколений работников культуры в социально-экономическое развитие страны. Сегодня Брест известен культурными мероприятиями и масштабными международными форумами. Это место, где каждый уголок пропитан историей и традициями, а атмосфера праздника витает в воздухе круглый год. Подрастающая молодежь перенимает опыт мэтров и учится о зам творческих профессий. На базе нашего учреждения уже не в первый раз проводится официальная церемония награждения лучших работников культуры нашего города. Безусловно, это важное событие для всех нас, творческих людей. Я скажу так, что нация начинается с культуры. История начинается с нашего государства, с нашей культуры, с наших традиций. Если говорить о нашей работе, можно без преувеличения сказать, что мы участвуем во всех значимых мероприятиях города и области. Мне 37 лет, из них 30 лет я играю. А стаж у меня уже 15 лет был сейчас. Вот за 15 лет у меня уже шести деткам я помог профессионально определиться. Они стали уже моими коллегами и преподавателями. На самом деле музыка помогает многим деткам с какой-то застенчивостью справиться, с какими-то собственными переживаниями. Я считаю, что это такая работа разноплановая. Каждый день разная. Я не представляю свою работу где-то на заводе, где постоянно монотонный труд. Детки радуют. Вот сейчас очень хорошие приходят, прямо инициативные. Работа тоже, ну, постоянно разная. Хочешь узнать какой-то народ? Окунись в его культуру. Белорусская культура самобытная и яркая, уникальная и вдохновляющая. Это живой источник вдохновения, радости и позитивных эмоций. С праздником, Брест! С Днем Работников Культуры! Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям и новости в ваших домах пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин